Хорошее жилье. Как снять, чтобы не было мучительно жалко денег, нервов и времени? Заманчивых предложений по сдаче недорогих, с евроремонтом и в спокойном районе квартир становится все больше. Но так ли безопасно снять жилплощадь, которая отвечает вашим требованиям по безопасности, комфорту, расположению и не пробьет внушительную брешь в вашем бюджете? Игорь Волков, владелец бюро недвижимости в городе Таллине, Голдгейт, готов рассказать о популярных уловках жилищных мошенников. Советы опытного специалиста помогут арендаторам обойти подводные камни и снять лучшую квартиру с минимальными рисками. В этом видео вы узнаете, как правильно выбирать съемное жилье, без риска неожиданного выселения или бегства от невыносимых условий. На что нужно обратить внимание при выборе арендуемой площади? Где найти надежный источник информации о сдаваемых квартирах? На что нужно обратить внимание при выборе арендуемой жилплощади? Важным шагом к успеху будет четкое представление, какие именно апартаменты вы хотите снять. Составьте список желаемых характеристик, которые рекомендуется разбить на блоке. Окружающая среда Социальная структура Транспортная шаговая доступность к значимым для вас объектам Близость к проблемным зонам Вокзалам, рынкам, автостоянкам, промзонам Наличие в шаговой доступности скверов, парков, мест активного отдыха Параметры жилья Площадь и удаленность автостоянки Этаж, наличие лифта Количество комнат Качество и давность ремонта в квартире Наличие необходимой бытовой техники После того, как идеальный портрет квартиры будет создан Определитесь, сколько может стоить аренда жилья вашей мечты Главное, не гонитесь за дешевизной Если дорогое жилье в прекрасном районе стоит дешево Значит, реализуется мошенническая схема Честных квартир, стоимость аренды которых ниже рыночной не бывает Где найти надежный источник информации о сдаваемых квартирах? Для этого обратитесь к крупнейшим агрегаторам Предлагающих исчерпывающий выбор квартир для съема kv.ii, city24.ii Или новый сайт на русском языке bigru.ii В отличие от этих уважаемых компаний на рынке недвижимости существуют десятки так называемых информационных агентств, которые за приличную плату предоставляют фальшивые данные о съемном жилье Вот там как раз и можно встретить квартиру мечты с арендой за гроши Вы потеряете время и деньги и останетесь с крайне неприятным ощущением обмана Если вы увидите, что арендная плата на порталах агрегаторов превышает тот бюджет, который вы готовы выделить для аренды, постепенно отказываетесь от менее важных для вас опций. Как правило, наибольшим спросом пользуются квартиры эконом или комфорт-класса, в которых сделан современный косметический ремонт и расположенных рядом с остановками общественного транспорта. Итак, с квартирой определились, приступаем к следующему шагу – это оформление аренды. Но сначала давайте разберем риски, с которыми может столкнуться арендатор. 10 основных проблем съемного жилья Источниками нештатной ситуации могут быть мошеннические схемы, в которых вы можете остаться и без денег, и без квартиры. Несоответствие заявленного уровня жилья фактическому. В результате обстоятельства вынудят вас заниматься поиском нового жилья. Вот 10 рисков, с которыми сталкиваются квартиросъемщики. 1. Квартира сдана без ведома либо согласия собственника. 2. На жилплощадь претендуют и другие арендаторы, на которых тоже оформили аренду. 3. Хозяин квартиры неожиданно передумал и в срочном порядке требует освобождения жилья. 4. Арендодатель контролирует жильцов в несколько раз чаще, чем зафиксировано договоренностями. 5. Собственник повышает стоимость аренду в неустановленные сроки и на большую сумму, чем вы можете себе позволить. 6. Мебель и ремонт не того класса, что демонстрировались до подписания договора. 7. Бытовая техника присутствует, но либо не работает, либо работает со сбоями. 8. Соседи постоянно нарушают правила общежития, шумят, собирают пьяные компании и устраивают дебоши. 9. Неурегулирован вопрос с возмещением ущерба в случае пожара, затопления или других форс-мажорных обстоятельств. 10. Сумма компенсации за нанесенный ущерб в несколько раз выше объективной стоимости поломок. Можно ли избежать или хотя бы минимизировать эти риски? Игорь Волков, владелец Маклерского агентства, уверен, что это вполне возможно. Для этого он дает будущим арендаторам 5 проверенных жизнью советов. Совет 1. Юридически значимые документы – это главная защита от мошенников. Чтобы дверь квартиры, за которую вы уже заплатили залог, однажды не открыл посторонний человек, представившийся собственником, прежде всего проверьте юридическую чистоту жилья, это можно сделать по двум документам. Правоустанавливающему документу и выписке из государственной регистрации. И обязательно проверьте паспорт арендодателя или его ID-карту. Можно и водительские права. Именно его данные должны быть в правоустанавливающих документах. Причем требуйте только оригинал, никаких даже заверенных копий не принимайте. Чтобы сдать чужую квартиру, даже близкого родственника, необходимо нотариально заверенное согласие на сдачу жилого помещения. Если жилье принадлежит нескольким собственников, такое согласие должно быть от каждого из них. И в договоре аренды они должны быть внесены все, со своими паспортными данными. Совет второй. Договор аренды помогает урегулировать максимум спорных ситуаций. В мире недвижимости работают только письменные договоренности, зафиксированные на бумаге и согласованные с обеих сторон собственноручными подписями права и обязанности. Алгоритмы поведения в разных ситуациях переводят взаимоотношения в законное русло. В договоре аренды нужно отразить все значимые моменты. Паспортные данные обеих сторон. Точный адрес квартиры. Срок и стоимость аренды. Кто платит за коммунальные услуги и оплачивает счета за газ, воду, электричество и т.д. Опись мебели, бытовой техники и их состояние. Оптимально с фото-видео фиксацией. Алгоритм расторжения договора найма. В том числе за какой период нужно предупредить противную сторону. Каким образом поступает оплата и какие штрафы предполагаются при ее задержке. Как часто и на какой процент можно повышать стоимость аренды. Частота инспекторских визитов собственника и какие санкции в случае невыполнения будут применены к каждой из сторон. Ситуации, когда арендатору может быть возвращен задаток и в каком объеме. Чем более подробен будет договор аренды, тем защищеннее вы будете от произвола собственника. Совет третий. Принимайте квартиру вживую, а не по фотографиям. От того, насколько скрупулезно вы осмотрите съемное жилье, а главное зафиксируете его состояние, зависит ваше спокойствие и минимизация проблем при расчетах собственником. Внесите все данные в акт передачи сдачи квартиры и подпишите с обеих сторон. Понятно, что все дефекты при первом осмотре выявить не удастся. Если вы найдете их после заселения, обязательно сообщите о них владельцам недвижимости, внесите в опись и согласуйте это с собственником. Совет четвертый. Оцените ситуацию с соседями, безопасность района. Жить по соседству с буйными или еще хуже с криминальными элементами – удовольствие не из приятных. К сожалению, обычно это выявляется уже после того, как задаток отдан и вы перевезли вещи. Для исключения этих неудобств попробуйте собрать необходимую информацию – у бабушек, сидящих у подъезда, у молодых мам, гуляющих с детьми, у автомобилистов на стоянке. Сейчас люди мало интересуются соседями, но вопиющее нарушение покоя не нравится никому, поэтому они с подробностями расскажут о местных хулиганах. Для самоуспокоения можно обратиться к участковому. По крайней мере, узнаете, кто из живущих рядом вернулся недавно из мест не столь отдаленных. Походите по близлежащим улицам в разное время суток. Оцените, достаточно ли они освещены, не будет ли проходить путь вашего ребенка через места сборищ алкоголиков. Воспользуйтесь общественным транспортом – часто ли они ходят, далеко ли до остановки. Совет пятый. Не экономьте на специалистах-маклерах. Если вы трезво оцениваете уровень своей правовой грамотности, не уверены, что можете разобраться во всех мошеннических схемах, не обладаете временем на дополнительные проверки, значит стоит обратиться в агентство недвижимости. Работающие там специалисты предостерегут от информационных агентств, которые продают липовую информацию о несуществующих квартирах. Разберутся с документами на квартиру, помогут составить договор аренды, знают истинное состояние сдаваемого жилья и смогут дать объективную характеристику району. Конечно, услуги агентства оплачиваются, но это будет стоить вашему бюджету в разы меньше, чем несостоявшаяся аренда с невозвратным залогом. Специалисты агентства недвижимости Goldgate всегда готовы прийти к вам на помощь. Переходите по ссылке и ознакомьтесь с агентством самостоятельно.